Проект «Служебное жилье». Мы действительно удовлетворены тем, как строится и какого качества строится жилье в рамках той программы, которая была уже расписана, эти 8 квартир в 4-2 квартирных домах. Если я правильно понимаю, квартиры уже распределены. Три на здравоохранение, три на образование и два на культуру. Сейчас вопрос, собственно говоря, будет в том, как мы дальше эту программу продолжаем и что мы делаем. У вас аппетиты большие, заявка на 24-х квартирных домов по этому поводу, на строительство жилья. Мы отдельно этот вопрос будем рассматривать, но еще раз хочу сказать, мы готовы будем, как и раньше, идти навстречу Белохолинскому району, если мы будем видеть качественное, эффективное выполнение тех договоренностей и тех проектов, которые были заключены раньше. То есть, если мы видим халатные отношения, неэффективную работу или просто саботаж по каким-то проектам, все на этом наше, собственно говоря, поход на встречу прекращается. Поэтому давайте мы тогда посмотрим, как сейчас у вас те работы, те проекты, которые реализуются, идут. Потом мы будем принимать решение по служебному жилью, то есть, может быть, действительно пойдем навстречу. Опять же, уже Белохолинский район эту методику отработал, потому что в заявке здесь написано, что... Сейчас я процитирую прямо. В связи с празднованием 250-летия просим рассмотреть возможность строительства многоквартирного дома для работников в бюджетной сфере. При положительном рассмотрении гарантируем не направлять ходатайс в 2014-2015 году. То есть, условно говоря, вот эта жизнь в долг, то есть, она уже как бы становится такой, значит, там, визитной картой. Дайте нам денег сейчас, за пять лет как бы вперед, то есть, мы тут, там, по дорогам, по жилью, то есть, давайте все попытаемся, значит, сделать в один момент. Еще раз говорю, готовы будем рассматривать, если увидим, что по остальным направлениям работа ведется качественно. Так, коллеги, вот это все мы сейчас в протокол там отфиксируем, так, и, значит, будем по всем направлениям смотреть. Есть у нас еще отдельная тема по ДПО, так, то есть, значит, мы ее, там, договорились отдельно тоже, как бы, совещание проведем, потому что там нам нужно это рассматривать, там, в увязке вообще с нашими планами по развитию и нашей, как бы, и федеральных, там, противопожарных служб, да, то есть, поэтому посмотрим отдельно, и тогда уже будем решение принимать. Коллеги, есть ли еще вопросы? Пожалуйста. Поближить микрофон, если можно. Добрый вечер, Никита Юрьевич. Если бы это совещание состоялось месяца четыре назад, у меня бы, наверное, был очень глобальный вопрос. Меня зовут Халтурина Наталья Витальевна, я мама малыша двухлетнего. Ну, на сегодняшний день я хотела бы выразить признательность правительству Кировской области и администрации Белхоминского района за то, что все-таки садик на Богородском у нас был введен в эксплуатацию, практически своевременно открылся, и вот я смогла получить место неожиданно для себя в более ранние сроки, чем планировала. Я не знаю для вас, а у вас это было запланировано. Нет, неожиданно для себя в сроки, то есть я планировала, что я более пользуюсь в сроки получила. Мы вопросами демократии занимаемся более плотно, чем район, то есть мы, собственно говоря, знали, что вашему ребенку потребуется... Да, большое спасибо. Побольше таких проектов. Хорошо, спасибо. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Есть. Пожалуйста.